Еще одна попытка. Мы приехали в Ули, который мне написали в инстаграм, сказали, съездите туда покушать. Ну давайте, здесь одно место есть свободное. Вообще все занято. Покажу вам. Ну что, сейчас мы наши девочки дождемся. Вон один столик свободный, нам сказали, можно. Такая сервировка. Людей очень много. Двери такие интересные. Туда проходит персонал, например, да? Смотрите. Оп, дверь открылась. Мы видим, чего там происходит. Зашел, вышел. Двери закрываются. Ну, обстановочка такая. Приятно здесь находиться. Моя попытка номер пять. В общем, мы запутали пельмени, и здесь написано, что это ручная лепка. Вот их и закажем. Попробуем. Давайте покажу вам по ценам. За 200 грамм пельмешек 550 рублей. Еще одну вареников я заказала на пробу. В общем, две пельменей, одну вареников. И просто вам цены покажу. Цены подороже, чем в Москве, я вам так скажу. Вообще не дешево. Пельмешки пришли. Спасибо. Спасибо. Итак, принесли пельмешки. Сейчас я вам покажу. Сами пельмени. Сметанка. И уксус мы заказали. И еще вареники. На такой же тарелке вареники. И со сметанкой. Вкусные? Господи, мы уже слава тебе за с тобой. Правда? Ты меня обнадежен. Да, она не классная. У меня сразу настроение поднялось. Это сказали, что это, собственно, лепка. Давайте пробовать. Пахнет он уже вкусно. На твои похожи. На мои похожи? Что-то это правда. Приятного аппетита. Спасибо. Неплохо. Реально неплохо. Как я рада. Господи. Давайте вареник попробуем. Варенишко с жареным луком. С картошкой и белыми грибами. Вареник с белыми грибами. Вареник с белыми грибами. С уж это они вкусные. Походу, дело здесь вкусно готовят. До роду. Просто. Вот, передачи. Настоящие улицы тут просто. Они бегают, эти официанты. Как подорванные. Турции небольшие. Но это, извините меня, это ресторан. Как ни крути, они здесь и не будут огромные. Но они хотя бы вкусные. Наконец-то. Мы теперь знаем, да? Как бы я вареник из поисков, они не вкусные, если что. Кто советовал мне уйти? Спасибо вам. Не могу поверить, неужели вкусные деда? Правда, вкусно. Я думаю, что и остальное не включаю. Поэтому-то мне так просто любят, с таким аппетитом правда кушают. Я боялась, что будет вкусно, правда, честно. Я уже отчаялась. Мясо. Мясо. И красиво все. Подача красивая. Такие своеобразные тарелки. Горшочек длинный. Чистая посуда. Да, что мы отметили, посуда чистая. Вот там, на баре. У меня за стеной ребята проносят прям на разносах бокалы, перетирают, приборы перетирают и отдают. Не так, что утром мы зашли в этот, как он называется, бастильный грязный ложки. Ну это просто. Мы говорим, не вкусно. Она говорит, что именно вам не понравилось? Ну, оно отвратительное. Что вам не понравилось? Нам не понравилось все. Кроме вида из балкона. Вид с балкона был хороший. А еще что мы заметили? Гости уходят, они снимают все с поставок и дезинфицируют. Не просто протирают, а они проходят, дезинфицируют, все заново накрывают. Ну, естественно, на лодочном. И тогда гости усаживаются. Ну, и персонал хочу отметить. Приятно, у них не было места. Она говорит, если вы в 2 часа уложитесь, можете вот за этот стол, который заказной, сесть. Я говорю, да, за 2 часа мы точно уложимся, и поедем мы уедем. Возьми у меня пенешки. Возьми, возьми. Возьми, не стесняйся. Не стесняйся. Мы так боялись, что они будут невкусные. Ну, вообще страшно. Что заказали вот просто попробовать. Ну, я не знаю, как можно испортить яичницу. Знаете, омлет. У меня в голову это не укладывается. Утренний омлет, но даже упор. Я не понимаю этого. В общем, хорошо, что вкусно готово. Молодцы. Я все рады. Я помню, что я третья воду пила, третья воду пила. Я жалюте, а остаться еще с вами. Но сейчас сколько принесли? Утром, когда ели, нам что-то полное принесли, как-то там, например, нет, я все понимаю. Мы блюда начали есть, попробовали, что-то не доели, что-то отдали. Очень вкусно. Хорошо. Глаза просит? Не, пусть постоит. Спасибо большое. Вот. Я сказала недовольство, говорит, передать корму есть невозможно вообще. Открутительно было. Муж у меня вообще не доел. Это я еще была голодная, вот это сало вытащило. Я говорю, да, хорошо, передала. Она передала, еще счет включили, им кожа, гос, сказали, не вкусно. Они, не вкусно, не вкусно, ничего страшного. Три косаря отвалили, 2 800. до свидос. Так живым. Прям как вкусно. Может, еще? Нет. Да ешь последний вареник, у меня уже и сметаны нет. Не, ешь, ешь. Да ешь. Да ешь, пожалуйста. Мы наконец-то получили удовольствие от еды на второй день. В общем, знайте, мы с вами делим с этой информацией безвозмездно. Улей сундрыли. Это вкусно. Ну, по крайней мере, пельмени с варениками и морсик. Да, сейчас за вами морсик. Все, поели. Теперь можно и домой. Ура. Целую, лобика. Вот я вам настоятельно рекомендую посетить улей. Мое неэкспертное мнение, честно вам говорю, было вкусно. по сравнению, по сравнению со всеми остальными ресторанами, тут вообще прямо Мишлен бы рыдал от счастья, потому что вкусно. Ну и так, мы же любим поесть, понимаете? Все, что мы вчера ели, и что мы сегодня ели до этого места, это было, ну, просто отврат. А так, вот, тут такой незатейливый въезд, поискать надо. В общем, ресторан улей с главной улицы, указатели есть, заедете как бы во двор, ну, увидите, сориентируйтесь, очень вкусненько, правда.